Самолет мы моем. Нас интересует лобовое стекло и боковые стекла, потому что мы через них много снимаем и стараемся поддерживать их в чистоте. И делаем каждое утро перед вылетом вот такую вот уборку лобовых стекол. Что касается постирать, погладить одежду для себя, в Соединенных Штатах в каждом отеле, в каждом отеле есть стиральная и сушильная машина. И мы там этим пользуемся и в принципе и в России мы тоже пару раз в гостиницах пользовались этими услугами. По поводу погладить, кстати, у меня есть комментарий. В Америке никто не гладит вообще. Даже если вы увидите в гостинице утюг и доску, что в принципе часто есть, я не видел ни одного американца пока еще в своей жизни, который гладил бы свои вещи. То стиральные машины имеют режим в шкаф. Это значит, что с минимальными морщинками будет постирана одежда каким-то особым образом. Я вам честно скажу, у меня такое каждый день. Вот куда бы ни прилетел, где я еще раньше не был, для меня там какое-то открытие. Аляску я открыл для себя абсолютно с нуля, потому что никогда на Аляске не был. Понятия не имел ни про те вершины, которые там есть, ни про их величину, ни про их размер, ни про ледники, ни про красоты, ни про водные массивы, фьорды. Для меня было очень интересно открыть российский Дальний Восток, Колымо. Все необычное. Интересно было, как они ловят рыбу, добывают икру. Интересно было услышать, как они моют золото. Абсолютно не такие непонятные для нас процессы. Ты начал рассказывать про ужин с... Сиэтли. Сиэтли, да. Встретил наш товарищ, несмотря на то, что было поздно, и отвез в дом к людям, американцам, которых мы никогда не знали. И несмотря на то, что приехали мы к ним домой в 12 часов ночи, оказывается, была разогрета еда, они готовили, ждали. И мы с ними провели замечательные несколько часов, отвечая на их вопросы, они отвечали на наши вопросы. И они там давали краплекс, ножки крабов. Никогда таких не ел, очень вкусно. Да едим, где можно. Обычно утром завтракаем в отеле, это все такое одноразовое, и посуда, и, в общем-то, и еда такая же. Мне запомнилась еда у тети Наташи в городе... Анадырь. Анадырь. Да, тетя Наташа прекрасная женщина из Казахстана, которая управляет столовой, является там поваром, официантом и директором летного состава. Это была самая крутая домашняя еда. Котлеты, ну, короче, все простое. Супы, котлеты, макароны, всего очень много. А негативное, ну, я к американской еде крайне негативно отношусь. Я надеюсь, сегодня мы будем ночевать у наших друзей, и там ты получишь свою порцию вкусной белорусской еды. Драники? Не исключено. Драники Борфи. РНД отличается, как Марс и Венера. Два разных мира, разных подходов. Американские аэродромы, ну, ни разу не встретилась грунтовка, ни разу не встретилась щебенка. Это всегда бетон, это всегда ауфальт. Ну, очень крутая инфраструктура. Работает и днем, и ночью. Никаких регламентов нету. Вот эти вот российские истории, когда мы в Магадане два дня сидели, не могли вылететь в Анадырь, потому что Анадырь закрыт. Суббота, воскресенье принять нас не может, ни за какие деньги. Вот такой истории в Америке нет, просто поопределение. Самообеспечение. Вы можете сесть в аэропорту в любое время дня и ночи, заправиться самостоятельно на заправке, которая принимает кредитные карточки, и точно так же самостоятельно улететь, не встретив никого, ни одного человека, не встречаясь ни с каким персоналом, но при этом для вас все будет работать. Отвечаю, что такое FBO, это организация, которая в аэропорту предоставляет сервис для, в основном для частных пилотов, для General Aviation. В некоторых случаях FBO обслуживает еще и бизнес-джеты, ну, чаще всего еще и бизнес-джеты, но FBO не обслуживает регулярные рейсы. Тут нет понятия прием-выпуск, но вот именно заправка и, собственно, любое обслуживание это сделает FBO. Если вы летаете на джете, то они вам предоставляют еще разный сервис, который пилоты маленьких самолетов обычно не видят. Ну, например, кофе горячий на борт могут доставить, могут доставить питание, кейтеринг, могут доставить газеты свежие. Почистить туалеты могут. Могут почистить туалеты, да. Могут помыть самолет в некоторых случаях, если есть такая детейлинговая услуга. То есть она маленькая частная организация, которая обслуживает маленькие самолеты и такие частные рейсы. 6-0-4-6, эко-виски фона на 0-Lima-Lima. Да, однозначно да, потому что все каналы, через которые за нами можно следить, и Facebook, и Instagram, они все полны комментариев. Люди звонят, пишут, спрашивают, предлагают помощь наши белорусы. И вот те, кто оказался или временно здесь, или постоянно здесь живет, все они с очень большим энтузиазмом поддерживают это. И мы чувствуем, что прокладываем еще одну ниточку, какой-то проводок между нашей стороной и теми местами, над которыми мы прилетаем. Не знаю, сколько в количестве много белорусов. Пока по подписчикам видно, что это несколько тысяч. Наверное, хотелось бы, чтобы было больше с одной стороны, а с другой стороны. Но, наверное, это реальное объективное отражение интереса населения к тематике малой авиации. Да, это скрытые масштабы. Людям интересно, люди хотят, люди интересуются, и это все можно и нужно делать. Для этого мы, собственно, и затеяли этот перелет. Это точно. Пропаганда. Пропаганда летного образа жизни. Мы прошли уже две трети пути. Сегодня 21 день, 21 тысяча километров позади, 100 летных часов. Вот сегодня отмечаем, вот моя боевая бутылка, которая летит со мной уже четвертый день. Ее вот так сплющило, потому что мы все время меняем бутылку. Прошли Россию, прошли Аляску, прошли почти всю Америку. Осталось буквально 800 километров до восточного берега США. И оттуда у нас начнется путь на север, в Канаду, и через Канаду, в Гренландию, в Исландию и дальше домой. А следующие пару дней мы собираемся провести на базе у наших друзей в Нэшо. Небольшой отдых. Связан он с тем, что канадские аэродромы на севере, гренландские аэродромы закрыты в субботу и воскресенье. Поскольку сегодня пятница, у нас нет никакого резона и смысла вылетать. Два дня отдыхаем, встречаемся с родственниками, выдыхаем, проверяем еще раз погоду, проверяем маршрут, проверяем топливо, наличие топлива на севере Канады. Это еще один большой больной вопрос. И когда мы будем готовы, в воскресенье мы стартуем дальше. Канада, Гренландия, Исландия, Европа.